МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На северном берегу Финского залива, в начале Приморского шоссе, расположено старейшее поселение, которое с течением времени называли то деревней, то мызой, то дачным поселком, то рабочим. Сегодня же это исторический район Петербурга, Лахта. В 19-м и начале 20-го столетия Лахта была одним из самых популярных дачных мест. Здесь любили бывать и поэты, и артисты, и художники, благодаря которым мы можем сегодня представить, какими были эти заповедные уголки лет сто назад. С тех пор многое, конечно, изменилось. Но Лахта по-прежнему живописна, и все здесь, как и встарь, дышит морем. Санкт-Петербург – морской город, и район Лахты очень ценен тем, что здесь находится море очень близко, и мы можем ощутить вот этот морской ветер. Здесь достаточно сильные бывают ветра, но вот это совершенно не мешает жить, потому что я чувствую здесь именно запах Петербурга, морского Петербурга. Меж тем Лахта намного старше Петербурга, эдак на 3-4 тысячелетия. На территории бывшего дачного поселка Ольгина, примыкающего к Лахте, в 1922 году была обнаружена стоянка доисторического человека. И, судя по археологическим находкам, жизнь здесь кипела еще во времена неолита. Само же название местности уходит корнями в допетровскую эпоху, и в переводе с финского означает залив, бухта. В 16 веке Лахта объединяла пять рядом расположенных деревень, и одна из них – конная Лахта. В переводе с финского «конту» – это значит «двор хозяйства», то есть лахтинское хозяйство, лахтинский двор. Никаким к коням отношения не имеет, это уже русифицированное название. А нынешняя Лахта – древнее поселение, известное под этим именем в письменных источниках 1500 года. Тогда это было небольшое село, 10 дворов, 20 людей, 20 семей. Входила она тогда в состав уже московского государства. Это был Спасо-Городинский погост водской пятины Великого Новгорода. В 1617 году Лахта, как и вся ижорская земля, вошла в состав Швеции, а в начале 18 века вернулась во владение России. 1 ноября 1724 года в Лахте произошло событие, которое впоследствии было запечатлено в памятнике, установленном в 1909 году на Адмиралтейской набережной, а при советской власти – увы, снесенном. Петр I, возвращаясь морем из дубков в Петербург, был застигнут бури, и одно из его судов погибло. Государь лично помогал спасать тонущих моряков, и пребывание в ледяной воде, как утверждают историки, вызвало тяжелую болезнь, за которой последовала скорая смерть. Он тогда спасал солдат по одной версии, а другой версии, что рыбаков он спасал. Но все равно в этом же самом месте сосну тогда посадили в память о его подвиге. Ну, главная достопримечательность, связанная прежде всего с подвигом Петра Великого, 1 ноября 1724 года, это часовня и храм во имя святого апостола Петра, которые были построены в Лахтин. Часовня стояла на берегу залива, там, где считалось, как раз и совершался данный подвиг. В 1894 году была освящена и Лахтинская церковь. Она деревянная, она сохранилась, к сожалению, нет у нее колокольни, как раньше, потому что здесь, когда она закрыла в 1937 году, вскоре открыли кинотеатр, а возвратили церковь верующим в 1991 году. А вот эти камни на Лахтинском берегу Финского залива это не просто камни, а историческая достопримечательность. Дело в том, что гигантский валун, который лег в основание знаменитого медного всадника, был найден в Конной Лахте. Бытовала легенда, что он упал с неба во время грозы, за что и получил название «Гром камень». Очень сложная техника была и доставки этого камня, но поняли, что все равно, поскольку очень мелководье большое здесь у залива, что его транспортировать невозможно. И вот поэтому его пришлось разрабить на три части. И вот одна из этих частей, которая тоже уже рассыпается, у нас, на нашем берегу. На том месте, где камень доставали, образовалась глубокая яма, которая заполнилась водой, и до сих пор она называется Петровским прудом. Память об этом событии. Для меня очень ценно, что из Лахты приехал, как символ основания памятника Петру Первому, гром камень, который явился, в общем-то, символом Санкт-Петербурга. Известно, что в 1766 году Екатерина II пожаловала земли Лахты своему фавориту, графу Григорию Орлову. Позже имением владел Яков Брюс, внук первого коменданта Петропавловской крепости. Владельцы здесь менялись. Последние владельцы Лахтинского имения, которые Лахту приобрели в 1844 году, и до 1917 года здесь практически располагались, это был род Стэндокфермора. В 1890-х годах на берегу залива был построен графский замок, который именовали по-разному. И Белый замок, его красили в белый цвет, и Охотничий замок. А еще его иногда называли в честь супруги Александра Стэндокфермора, дворец графини Ольги. Кстати, и поселок Ольгино тоже был назван в честь небесной покровительницы, последней хозяйки Лахтинского имения. Многие исторические дома и дачи в Лахте со временем исчезли, но вот замок, несмотря на то, что он с течением лет менял свой статус, по-прежнему сохраняет неповторимый аромат старины. Очень красиво. Я был внутри, я работал там в свое время. И там мраморная лестница такая знаменитая, в общем-то. И все эти, как бы, лепнина там вся осталась, его поддерживают в хорошем состоянии. Раньше к нему подходили каналы сюда, эти яхты подходили прямо к замку. С 1946 года в Графском замке работала радиостанция, призванная глушить вражеские голоса. Имелись в виду передачи западных радиостанций. И вот такие мачты в народе называли глушилками. А до этого в здании размещалась Лахтинская экскурсионная станция, в которой находился уникальный музей живой природы. Что примечательно, вот те усилия, которые предпринимались Лахтинской экскурсионной станцией по изучению и сбережению природы, они даром не прошли, потому что лахта сейчас окружена целым рядом природных заказников. И в этом притягательность этого района, которая разрастается на глазах и сегодня условно делится на старую лахту и новую. Тем не менее, многие старожилы строго держатся прежних исторических границ. Границы лахта наши все равно остаются прежними. Мы считаем, что это то, что было до Юнтоловки, до залива и дальше уже до железной дороги. Это все лахта. Ну, мне кажется, что на сегодняшний день лахта новая и лахта старая – это абсолютно две разные истории. То есть новая – это современная, с высокими домами, с достаточно обширной инфраструктурой. Лахта старая – это, наверное, все-таки как раз-таки более такие уютные сейчас сохранившиеся места. Это заповедники, это дорожки, это заброшенные где-то очень красивые места. В ленинградское время в лахте находилось подсобное хозяйство для партийной номенклатуры. И называлось оно почему-то «Оборона». И оборонялась номенклатура высококачественными сельскохозяйственными продуктами. Этот совхоз работал на Смольной. Выращивали фрукты, овощи для Смольного. Вот рабочие этого совхоза жили в этом доме. Ну, естественно, для Смольного тут все экологически чистое было. И задержали коров, молоко туда поставляли. Ну, по разным местам поселка разбросаны были фермы. В одном месте поля были вот здесь, на берегу залива. А сама усадьба совхоза находилась там, вот где вот этот торговый центр находится, вот красивый такой. Вот. А там раньше усадьба совхоза была. От него осталась только башня водонапорная. Башня водонапорная была построена гораздо раньше, в 1902 году, для графской мызы. И сегодня она придает своему новому окружению своеобразие и благородство старины. Знаменита лахта и тем, что она стала родиной российского тенниса. Первый лаунтеннис-клуб в стране появился именно здесь, на Морской улице, летом 1888 года. А в советские времена лахта была известна фешенебельным мотель-кемпингом Ольгина. В нем останавливались в основном финны, которые отдыхали здесь от своего сухого закона. В связи с чем, кемпинг стал и точкой притяжения фарцовщиков, которые тоже, в свою очередь, отдыхали здесь от тотального дефицита. Нынче строится не только новая лахта, но и старая лахта тоже активно обустраивается на современный лад. И на смену вековым деревянным домам с верандами и садами приходят современные элитные коттеджи. Здесь цветущий рай был, частные домики, заборы такие чисто условные, зелень. А сейчас вот эти новые дома построили, богатые дома построили, там четырехметровые заборы, так как каждый живет своей жизнью, никто никого не знает. Старые жители почти разъехались, так все это, какое-то новое все стало. Мне на самом деле очень нравятся архитектурные решения, которыми, в общем-то, славится этот район, потому что здесь очень много домов нетипичных, то есть каких-то индивидуальных архитектурных строений и практически неповторяющихся домов. То есть традиция зодчества какого-то вот индивидуального, она сохраняется в этом районе, несмотря на то, что дома современные, они все равно по-своему уникальны. Уникален и парк имени Трехсотлетия Петербурга, широко раскинувшийся прямо у моря. Он был заложен в 1995 году и посвящен будущему юбилею города. Я должен сказать, что парк Трехсотлетия стал единственным таким парком на воде в Петербурге, где можно полностью ощутить вот эту питерскую прелесть, да, всю. Но когда я сюда приехал, собственно, вместо парка выли здесь заводи и мягкая земля, и болото. Сейчас как бы уже это не может никто, наверное, вспомнить. Сегодня в начале старинного Лахтинского проспекта ведется самая знаменитая стройка Петербурга. Это возведение общественно-делового комплекса «Лахта-центр». Но жители к будущему небоскребу относятся по-разному. Ну, эстетически, я не знаю, конечно, насчет красоты я особо и не вижу. Мне кажется, она как ракета, понимаете. И это, по-моему, будет как бы сигналом или пародией на космическое использование нашей территории. Я не знаю, зачем это пугать кого-то. Я считаю, что строительство как раз-таки новых и высотных сооружений в новом районе абсолютно оправдано, потому что это дает новое развитие района. На самом деле есть шанс, что на месте Лахты скоро вырастет уникальный район, и будут сочетаться городские удобства, и в то же время сохранятся какие-то кварталы с очарованием дачного пригорода, с той самой Лахтой, которая была известна как дачный пригород в конце 19-го, начале 20-го века. В 1905 году Александр Блок писал Еще долго близ Лахты будет водиться откровение Небесные зори будут волновать грудь и пересыпать ее солью слез Будет мировая несказанность влечь И кто знает, может все так и случиться, ведь поэты – они провидцы. Субтитры подогнал «Симон»